Кадровый резерв Одинцовской областной больницы сегодня составляет почти 4000 человек. Из них 1062 врача и 1608 сотрудников среднего медицинского персонала. В 2023 году на работу в медучреждения приняли 229 человек. В прошлом году укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом составляла 87,5%. На сегодняшний день мы получаем статистику, что этот процент вырос до 92. Показатель, безусловно, хороший, положительная динамика, но все же это пока не 100%. В учреждениях больницы на данный момент вакантны еще 32 ставки. Требуются 8 врачей-педиатров, 6 участковых, 5 анестезиологов-реаниматологов и ряд других специализаций. Для привлечения кадров в округе действует 6 региональных программ. Среди них социальная ипотека, земский доктор, компенсация аренды жилья, приведи друга. Губернаторская программа доплата врачам, терапевтам первичного звена, терапевтам участковым, педиатрам участковым, врачам общей практики до 32 тысяч рублей ежемесячно. На сегодняшний момент получают врачи-терапевты участковые 109 человек, врачи-педиатры участковые 76 человек. Два врача в обпрактике и медицинские сестры в количестве 89 человек. В 2022 году появилась новая премия правительства Московской области для медработников «Подмосковный врач». Она распределяется на конкурсной основе и составляет 180 тысяч рублей. Также в округе реализуются региональные программы для привлечения специалистов. Мы получаем сейчас по муниципальному жилью 6 человек, 3 человека уже подали документы и они находятся в работе. Приоритетно сейчас у нас еще зачисление детей и медицинских работников школ и сады. Уже на сегодняшний момент получили места в школах и садах 51 человек. Глава округа дал поручение профильным заместителям ежемесячно следить за динамикой прироста кадров для лучшего мониторинга ситуации. А также обратил внимание руководство больницы на возможность содействия администрации в трудоустройстве персонала. Администрация готова сопровождать каждого медика, которого вы привлекаете и с точки зрения социального пакета, и любых других сложных ситуаций.